Колясочниками я стала как год. У меня аутоиммунное заболевание. Врачей у нас в нашем городе по моему заболеванию нет, от меня открещиваются все. Я лечусь в городе Москве. Аутоиммунное заболевание не лечит у нас. А в Москве это плата. Это очень дорого взять какое-то направление, это надо пройти 33 круга, потому что ты обращаешься в поликлинику, поликлиника дает направление во Владимир областной, из областной. Если они посчитают нужным, они дадут в Москву. Но когда я только-только заболела в 2010 году, я просила направление в Москву, в городе Владимир. Они мне сказали, что мы не считаем целесообразной отправить туда тебя. Мы уверены в своем диагнозе. Оказывается, уже два раза в Москве профессора ошиблись с диагнозом. И сейчас у меня опять нет диагноза. То есть так вот. Ну, лечит, а что лечит, непонятно. Неизвестно. Я не выхожу. Я вообще не выхожу из дома. Вот когда муж дома, я только тогда выхожу. А так сама я не могу. Я писала заявление от 15 августа 2022 года. 21 числа мне отказали. Официальный отказ от главы администрации. В связи с тем, что у нас не проходит по пожарной безопасности лестничный район. Но сказали, что по индивидуальному заказу сделать можно. Я говорю, ну давайте хотя бы положим рельсы, чтобы во мне, здравствуйте, рельсы положить. Потому что всего две ступеньки. На что мне сказали, рельсы это небезопасно. Но я же не сама буду прыгать по этим рельсам. У меня есть помощник. Я в том году замуж вышла. Из-за проблем пожарной безопасности они не могут сделать такие вещи. Даже не предложили какой-то вариант, что можно сделать. Хорошо, что мне сидеть дома. Мне никуда не выходить. Из-за этого коляска у меня сломалась. Там какие-то подшипники и так далее. А кто будет ремонтировать, неизвестно. И это все за свой счет. И от общества инвалидов или от нашей администрации не добиться ничего. Я прошу администрацию города Петушки помочь с решением данного вопроса. Вопрос стоит в пандусе, чтобы я могла выходить. Потому что это очень важно для меня. Выходить, дышать, гулять и быть нормальным, здоровым человеком. На свежий воздух выходить я вот не могу одной. Нет, вот если были бы рельсы, подставил, поехал. А так вот довольно-таки очень проблемно. Леша, зачем мне обратно? Город у нас не предназначен для инвалидов-колясочников. Поэтому, ну не знаю, здесь только быть здоровым. Либо сидеть дома, никуда не выходить. То есть так. Ну и соответственно помощи никакой. И никто поддержать, помочь не может. Продолжение следует.